Добрый день, наши дорогие телезрители! Сегодня мы ведем наш репортаж с улицы Москвы в этом тихом, уютном парке, недалеко от Курского вокзала. Рядом с нами кипит московская жизнь, а мы говорим с вами о проблемах насущных, о православной вере и о вечности. И сегодня в эфире я с вами, протерей Александр Петриков, кандидат педагогических наук, доктор теологии, помощник епископа Великолугской епархии Сергия. Думал ли кто-нибудь про себя, что две тысячи лет назад произошло событие, которое потрясло планету, событие планетарного масштаба? На землю пришел Христос. Но до сих пор продолжают нестихать споры о личности Христа. Задумывался ли кто-нибудь, почему Христос пришел в Римскую империю во время римского правления? Ведь он мог прийти во времена Вавилонского правления, Македонского правления, но именно в римское правление. Родился и был распят и воскрес. Римская империя к тому времени завоевала весь мир. Но главным завоеванием империи было то, что она гордилась своими правами и свободами. Права и свободы до сих пор в юридических институтах изучают наши студенты. Римское право. Два года назад его святейшество патриарх Кирилл выступил перед парламентариями нашей Государственной Думы и в своей исторической речи сказал, ну что было плохого в нашей истории мы с вами прекрасно знаем, а вот что же было хорошего, те тезисные сильные стороны нашей истории отметил Народный Собор. Во времена Древней Руси мы можем гордиться своей крепкой верой, верой православной. Во времена самодержавия, когда был и царский период, мы гордимся самодержавием, которое действительно принесло нашему государству много пользы. Во времена смутных дней революционных событий народ искал справедливость. Во времена советского периода были социальные завоевания, а что же сейчас, в период, когда наша страна встала на демократический путь развития? Мы должны, наверное, гордиться своими правами и свободами. Кто-то спросит меня, а может быть история сделала зигзаг, и мы подошли к периоду, когда история заканчивается. Что было бы со Христом, если бы Он пришел именно в наше с вами время? Что делает большой коллайдер? Ищет частицу Бога или же открывает бездну ада? Сейчас информация заполоняет весь интернет, YouTube и всевозможные порталы. Раскапывает необычайных размеров останки людей. Желание человека вырваться за пределы Земли, освоить космос – это что? Желание найти истину или вавилонская гордыня, построение глобального государства? Может, это продолжение Вавилонского царства царя Ирода? На все эти вопросы и другие отвечают священники Русской Православной Церкви на канале «Союз». Телеканал, который работает для вас и существует на ваши пожертвования. С одной стороны, может быть и хорошо, что наш телеканал не финансирует государство. Ибо чего боится враг рода человеческого? Он боится жертвы. И ваши пожертвования – это наше с вами совместное служение Богу. И пока есть у нас допроходные люди, будет звучать проповедь Христа на большую аудиторию посредством телеканала «Союз». Союз. 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 Союз.